Международные страны. Армения является для нас важным внешнеэкономическим партнером. Динамично развивается двусторонняя торгово-экономическая сотрудничество. За период с 2015 по 2022 год объем внешнеторговых товарами Российской Федерации с Арменией вырос в более чем в 4 раза. В первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, мы зафиксировали увеличение товара ворота России и Армении в 2,3 раза. Развивается наше сотрудничество и в многосторонних форматах, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза и сотрудничества независимых государств, где наше взаимодействие выходит далеко за пределы вопросов экономики и торговли. В общей повестке у нас прочно закрепился и гуманитарный трек, имея в виду такие сферы, как образование, наука, туризм и спорт. Вчера, 29 мая 2023 года, Евразийскому экономическому союзу исполнилось 7 лет. За столь небольшой срок союз сумел себя зарекомендовать в качестве надежного и успешного экономического объединения, пройдя не одну проверку на прочность. Это и ковидные ограничения 2020-2021 годов, и текущие ситуации, которые имеют в себе признаки мирового экономического кризиса. Отмечу, что в сложные моменты особую роль играют координации усилий ближайших стран-банчевых, благодаря которым мы можем держать руку на пусе и не просто совместно определять динамику евразийской экономической интеграции, но и совершенствовать механизмы принятия национальных решений. Так, в прошлом году нам удалось синхронизировать нашу работу по обеспечению устойчивости экономик стран, членов Евразийского экономического союза. Было принято более 60 союзных актов, равным уровнем в целях обеспечения роста благосостояния граждан стран-союза, сложившихся обстоятельств. Мы поддержали систему образующих предприятий, которым была предоставлена возможность оборвать отрочку или рассрочку на уплату важных заборных мощностей, обнулили кошлины более чем на 1300 товарных позиций энергетического импорта, и бизнес сэкономил на этих мерах более 600 миллионов долларов вычислений, обеспечили поддержку работы финансовой системы нашего объединения. Нам удалось согласовать подходы по развитию расчетов у нас валют, и доля у нас валют по взаиморасчетам стран Евразийского экономического союза по итогам 2022 года превысила, причем так, устойчиво превысила 80%. А наши измерения в прошлом году мы начинали с 75%, а в 2015 году у нас не было и 70% взаимной торговли по национальной валютам. Удельный вес банков стран ЕАЭС, за исключением Российской Федерации, которые подключены к системе передачи финансовых сообщений Банка России, составил более 80%, в Армении это 83% кредитных организаций. В прошлом году на мост биржи были запущены торги армянским рамом. Ключевые марсо-экономические показатели ЕАЭС также подтверждают слаженность совместной работы правительств и государств, членов союза Евразийской экономической комиссии. По итогам прошлого года реальный ВВП ЕАЭС сократился на 1,6%, что в два раза лучше прогнозов Международного валютного фонда, которые давались еще в октябре 2022 года. Отдельные страны ЕАЭС продемонстрировали пригодный экономический рост. У Армении реальный ВВП увеличился на 12,6% по отношению к 2021 году. Это наибольший показатель среди всех стран-членов Евразийского экономического союза. По итогам развития и углубления интеграции, а также обеспечения устойчивости нашей экономики, безусловно, является взаимная торговля. Стоимосной объем взаимной торговли ЕАЭС составил 83,3 млрд долларов подчислений, что на 14% больше, чем в 2021 году. Это рекордное значение с момента создания союза. Наибольший прирост был характерен для поставок товаров и зарплений на рынок ЕАЭС, это 2,8 градусов. В фокусе – формирование согласованной транспортной политики. Готовимся к утверждению комплексного плана развития евразийских транспортных коридоров. Большое внимание уделяем развитию транспортного коридора Север-Юг, через который наши страны будут наращивать торговлю с Индией и Ираном. По нашим оценкам, грузопортов по МДК Север-Юг в этом году вырастет на 35%, а по результатам первого портала мы уже видим двукратный рост товаропортов. Развиваемый инвестиционное сотрудничество. Общий объем накопленных российских инвестиций в экономику Армении составляет более 2,2 млрд долларов США, что составляет 40% от общего объема иностранных инвестиций в армянскую экономику. На территории Армении осуществляет свою деятельность более 40 крупных российских компаний, и часть из которых это крупнейшие налогоплательщики республики. Кроме того, была создана евразийская перестракуточная компания, которая начнет работу уже в этом году и будет открыта для вступления других государств, не входящих в ЕАЭС и международных финансовых организаций. Совместно нашей оценке появление дополнительной страховой емкости и евразийской перестракуточной компании приведет к увеличению объемов взаимных обморок внутри ЕАЭС на сумму более 6 млрд долларов в участии. С осени прошлого года в Ереване начал функционировать Центр стратегического развития. Деятельность организации ориентирована на содействие и увеличение темпов экономического роста Армении, а также на максимизацию уровня от участия наших партнеров в взаимных в интеграционных процессах. К концу года планируем запустить механизм поддержки промышленной кооперации в ЕАЭС. Совместные кооперационные проекты смогут быть реализованы за счет леконного кредитования из бюджета Союза. На эти цели будет ежегодно выделяться 10% взимаемых ЕАЭС антидентингово-штрафных и компенсационных услуг. Проект соответствующего протокола о внесении изменений договора о Союзе от 29 мая 2014 года был подписан главными государствами членов ЕАЭС на прошлой неделе в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Очевидно, что развитие интеграции – это не линейный процесс. Мы постепенно находим новые точки соприкосновения в новых сферах нашего взаимодействия, расширяем повестку сотрудничества, не ограничиваясь уже традиционными форматами. Видим серьезный потенциал для интенсификации контакта на гуманитарном направлении. При этом отмечу, что по нашему мнению, гуманитарная тематика, многие вопросы к гуманитарной тематике совершенно непосредственно связаны с экономической повесткой. И поэтому развитие нашего диалога и элистера было лишь вопросов времени. Видим активное развитие туризма между нашими странами. Туризм становится важной точкой роста для всех регионов Российской Федерации и Республики Армении. Это одна из самых быстро растущих отраслей экономики и по нашим оценкам имеет самые высокие мультипликативные деньги. Очень важно определить периметр, возраст и сфокусировать ресурсы на поддержке инвестиций в приоритетные всех местах, а также создать стимулы для легализации соответствующего бизнеса. В наших планах уделять большое внимание развитию сотрудничества в туристической сфере с нашими ближайшими партнерами по Евразическому экономическому союзу и сотрудничеству независимого государства. В последствии с запуском совместных политических маршрутов, которые бы отмечали высоким стандартом качества и доступности для населения наших стран. В этом году мы планируем разработать и подписать план на мероприятие в сфере туризма, за очередной период направлены на определение основных пунктов у здоровья и сотрудничества, продвижения турпродуктов и развития маркетинга в туризме в целом. Другой пример – это сотрудничество в сфере образования. Отмечу, что в Армении в городе Ереване функционируют и востребованы филиалы российских музон. Это отличный фундамент для наращивания нашего взаимодействия. Если мы не обеспечим эффективную подготовку кадров, то фактически некому будет работать на наших общих рынках, над которыми мы так активно работаем в рамках нашего интеграционного экономического объединения. Отмечу, такое актуальное направление, как работа с молодежью, оно прочно закрепилось по рейсу крупнейших международных организаций, в первую очередь, Содрубственные независимые государства БРИКС, ШОС, ОСЕАН и Евразийский экономический союз уверенно захватил этот кран. Новые идеи, энергии и оригинальные подходы с молодых идеями важное значение для будущего нашего интеграционного объекта. Молодежь России и Армении активно сотрудничает в разных проектах дополнительного образования и повышения квалификации. Активную поддержку этим инициативам оказывает фонд Кричакова. Так, Российско-Армянское молодежное единство при фонде организуются регулярные мероприятия для молодых журналистов и экспертов международных. Помимо широкого ряда двусторонних проектов, с каждой стран союза идеи популяризации евразийской повестки прорабатываются на заставленном формате. С прошлого года развивается новая крупная молодежная площадка, это молодежный фонд СНГ и ЕС, инициированный в 2020 году Крымской республикой и принимаемый Российской Федерацией этим летом в Сочи. Уникальный формат площадки позволит выстраивать открытые доверительные отношения с молодежью. В большинстве случаев приглашаю всех в Сочи, где на полях заседаний СНГ и ЕС состоится такое масштабное мероприятие, как выставка «Евразия – наш дом», а также второй молодежный фонд». В заключение отмечу, что евразийское пространство отличается богатой историей межкультурных отношений. Крепки двусторонней связи народов ЕС, стремления к многолетнему, торгово-экономическому сотрудничеству, синхронизации гуманитарного пространства – вот что отличает современные процессы евразийской интеграции. Так, коллеги, благодарю вас за внимание и желаю вам плодотворной работы. Спасибо большое, Дмитрию Валерьевичу, его обязательно. Спасибо вам приезду.